доброе утро сегодня 16 февраля 10 часов 15 минут 11 едем и на водопад кейлайоа сегодня с утра такая идея возникла что вроде как у нас тепло январские морозы в плюс 2 градуса январские февральские морозы плюс 2 градуса и наверняка там водопад очень красивый потому что началось таяние уже идет неделю таяние снегов принципе приедем посмотрим не думал снимать дороги таллина это цифры за поезд и но заодно и проверю экшен камеру как она показывает в отличие от видеокамера она закреплена намного жестче и таких быстрых перепадов не должно быть картинка должна быть более устойчивой это перекресток сипруза и сипруза поезд и там сры время у нас пол одиннадцатого утра второй пилот говорит что прямо ну и зеленый наш самому интересно будет как будет выглядеть эта картинка слева центр торговой магистраль справа машина тойота и аут так зеленый наш я в принципе уже сам вижу по по экрану что картинка должна устойчивее быть лепесток пасмурная как в этом туманная как ванги Продолжение следует... Продолжение следует... Кстати, я даже знаю, как мы поедем сейчас здесь. Мы по-хитрому поедем. Продолжение следует... Точнее, у меня еще один в запасе остался. Ну-то машина была, не сбивать же мне ее. Кстати, мы сели на хвост полиции. Хочу заметить, в Эстонии не полицай, а полицей. У тебя большая разница. Какой-нибудь, кто-нибудь назвал, что это провокация. Еди 30 км в час, давай меня обгоняй. Странно, в чем поворотник-то показал. Если вы недовольны работой полиции, можете сообщить на интернет-сайт www.policei.ie Вам обязательно ответят в течение 5 дней. Или позвоните по номеру. Номера вы видите на экране. Не, ну принципиально здесь 50 ехать можно. Он едет, смотри, 30 км в час. Не обогнать, сплошная. Может, не подслушивают как-то машину? Я не знаю, сидит такой, знаешь, решил подслушать, о чем говорят. Кто-то знает. А, кстати, здесь вступить в дорогу было, а он даже не дотромозил. А, он поворотник, повороты перепутал. Вот, что он сделал. Он там показывал повороты, видимо, перепутал. Потому что без навигатора. Плохо город знает. Так, если сейчас получится, мы проехали, да, но я сейчас, да, эту камеру крутить нельзя. С левой стороны хлебопекарни Лейбур, который хлебушек делает. Думаю, может, он сел за нами. Как раз наморгает, значит, снимает. Не помню, куда я брал эту камеру, больше часа работал. Нет смысла даже зарядку ставить, если дороги не длинные. Движуха большая, а что ж ждем, непонятно. Зайдем на свет. Едем. Перекресток Кадо-Каде и Сютистоповы. Или Вильды. Пройдем через микрорайон Ярвиоц. Или Астангу. Что-то я уже опять, наверное, скриял Астангу. Нет, я рвется. Указать нет, я рвется направо, значит, Астангу. По этой дороге я еще не ездил, кстати. Время приближается к обеду, а людей больше не становится. Я больше не хочу платить такие коммунальные услуги. Ей-богу. Нет, если было в 10, это там где-то... Даже еще 150 евро, это еще нормально. Ну да, если морозы будут вообще. Так, это все-таки был Астангу. Прямо если вдруг камера заснимет, озеро Харку. И выехали на Балдийское шоссе. Эту дорогу я показывал, так что включимся, когда... Когда будем поворачивать, наверное, на Киэл-Айоа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...